Добро пожаловать на канал Цвет Настроения. Личная жизнь известного художника Никаса Сафронова всегда была бурной. Причем художник несколько раз официально регистрировал отношения. Однако Сафронов имеет и детей, рожденных вне брака. Следует заметить, что Никас признает всех своих наследников, независимо от того, браки или вне браки они родились. На сегодня у любвеобильного художника шестеро сыновей, включая внебрачных. При этом Никас не скрывает, что не может во всем поддерживать наследников, которые порой ведут себя совсем не так, как ему бы хотелось. Так один из сыновей Дмитрий, по мнению отца, слишком часто влюбляется. Молодой человек буквально растворяется в чувствах и делает быстрое предложение любимой. Поэтому Никас считает сына Дмитрия слишком влюбчивым. Однако мужчина не может диктовать свои условия сыну, потому что не воспитывал его, он помогал лишь финансово. Но именитый отец все же не раз просил наследника подумать, прежде чем ставишь там паспорте. Однако родительские наставления не возымели должной эффекта. Так, по словам художника, он был против, когда Дмитрий первый раз пошел регистрировать брак. Но он все же женился, а через три месяца развелся. А недавно Дмитрий снова отправился официально оформлять отношения с девушкой, которую знают всего полгода. Сафронов-старший отнесся к этому событию скептически и даже отказался присутствовать на свадьбе. С его слов, он был чувствовал себя на торжестве не своей тарелки. Недавно он опять женился. «Не смог быть на его свадьбе, потому что меня не было в Москве, а с другой стороны, особо туда и не рвался, так как ни семью, ни ее родителей, ни ее саму толком не знаю», – признался 67-летний художник. К слову, сейчас сам Никас Сафронов официально не женат и статусом холостяка очень дорожит. С его слов, ему нравится свобода и возможность жить так, как хочется. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!